Мы пришли все, потому что было такое обращение, кому не безразлична судьба, вот этой площади вообще, кому не безразлична судьба. Судьба не безразлична всем жителям Ленинского района, прежде всего поселка этого, заводского. Вот здесь у нас ветераны завода тоже, здесь те люди, которые строили, да, Калистина Николаевна, представители Совета ветеранов, как раз вот завода СЭПА. Они строили этот дворец, и нам не безразлично. Когда мы перелистываем страницы, видите, у нас папка, здесь еще до меня Галина Николаевна, директор Колеватова здесь была, Кац, Владислав Иванович, они вели такую замечательную переписку, она у нас все сохранена. Сначала боролись, и продолжаем сейчас бороться, с стихийной торговлей, когда вот приходят сюда, здесь у нас на ступенях торгуют. Потом, чтобы машины здесь не ездили, то знак поставят, то уберут. А потом, конечно же, с 2000 года, когда уже в аренду на 25 лет была сдана вот эта площадь, тогда уже началась борьба Галины Николаевны и всего нашего коллектива. Я здесь работаю больше 30 лет, поэтому я тоже была в эту борьбу включена, все знаю. И самое интересное, что тогда, в 2000 году, эта площадь была сдана в аренду администрации города Саратова городскому общественному фонду по поддержке культуры. А через два года, в 2002 году... Вот посмотрите, пожалуйста, вид разрешенного использования не менялся. Вот так вот выглядит поддержка культуры, которым занимается фонд, который арендует эту землю. Нет, в 2002 году права были переуступлены рекламному миру, и до сих пор рекламный мир также, в общем-то, является... Но ведь разрешенного использования не менялся, поэтому здесь должны заниматься поддержкой культуры. Саратовский городской общественный фонд поддержки учреждений культуры, так называлось в первоначальном документе, вот этот фонд кому было предоставлено в аренду на 25 лет, эта площадь. И они должны поддерживать культуру. Мы чувствуем поддержку постоянно при помощи вот этих ларьков. Но нужно сказать, что в 2009 году наш дворец был признан памятником архитектуры муниципального значения. Это, в общем-то, было сделано даже без ведома собственника. Собственником у нас являются не частные лица, как говорят часто Олег Константинович, а собственником здания являются две организации. Одна организация – это ООО СЭПА-ЗЭМ, и другая организация – это Союз-1, производственно-постритническая ассоциация, так она называется точно. И владельцы, собственники этого здания сейчас уже вынуждены, и делают это, я скажу, с удовольствием, поддерживают памятник архитектуры. Постоянно капитальные ремонты, это на время завода лежит. Евгений Петрович Резник, генеральный директор СЭПА, конечно, добрейший в душе человек, и все это делает ради ветеранов и ради детей. Большое ему спасибо. Вместе с нами поддерживает, вот как раз и помогает культуре. Но нужно отдать должное, что в 2017 году, наш юрист лучше меня знает, в конце декабря была признана охранная территория вокруг памятника архитектуры муниципального значения, и сейчас уже идут суды. Первоначально администрация города Саратова написала, направила в адрес рекламного мира письмо, что эта территория вокруг памятника архитектуры уже охранной зоной признана, и попросила уйти с площади. Но этого не произошло, и поэтому администрация подала в арбитрорский суд. И теперь вот, Сан Саныч, у нас юрист, скажите, на каком сейчас этапе все это проходит? Я знаю, что было несколько судов. Да, на сегодняшний день у нас было несколько судебных заседаний. Дворец Кугаукса УДК России, оно как бы привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. И сон по данному иску является администрацией муниципального образования города Саратова. В общем, суть исковых требований такова, чтобы освободить вот эту площадь, которая полностью, как мы выяснили, входит в границы, утвержденные границы памятника культуры муниципального значения. У нас было несколько судебных заседаний, потом судья назначила проведение судебной экспертизы. В ходе этой экспертизы было установлено, что площадь полностью входит в границы охраняемой территории. И вот сейчас у нас назначено на 21 ноября еще следующее судебное заседание, в ходе которого будет продолжаться рассматриваться это дело. Ну, такими маленькими шажками мы идем к своей заветной цели, чтобы наша площадь была освобождена, чтобы мы могли здесь воспроизвести то далекое время, когда наши ленинцы, так мы называем всех жителей Ленинского района, отдыхали. Ведь все ветераны помнят, и я помню, когда еще была девчонкой, что вот на том месте, где сейчас находится рынок, там был фонтан, там были лавочки, там была зона отдыха. Чуть дальше, аллея там была, чуть дальше стоял самолет, у нас там был летний деревянный кинотеатр, куда мы ходили и смотрели кино, и многие вспоминают, что мест не было, билеты все были распроданы, и в щелочку в деревянном заборе подглядывали за этими фильмами. Там мы проводили фестивали. Ну, а потом в лихие 90-е сгорел кинотеатр, самолет, был расформирован фонтан, и в результате сейчас на этом месте рынок. Ну, а потом рынок переселился и сюда, к нам, на эту площадь. Мы искренне надеемся, что вот эти маленькие шажки, которые сейчас идут, и администрация, и мы в качестве третьих лиц там выступаем, администрация доказывает, что действительно, это правда, что территория охранная есть, памятник муниципального значения. И мы надеемся, что в скором будущем все-таки рынок уйдет с площадью, и наша культура сможет дарить свое творчество всем жителям Ленинского района на площади Ленин. Дынкина, директора ДК, так же, как и я, видит эту, по-другому не назовешь, эпопею у ДК России. Мы понимаем, что это, ну, центральные места нет в Ленинском районе, это непосредственная близость к администрации города, это очаг культуры, вы видите, какой востребованный, потому что видели, сколько людей разных возрастов, все возрасты, да, здесь были представлены, пришли сегодня поучаствовать в рейде. Я лично помню, как на ПДС, это ПДС был, да, ПДС, это была встреча с жителем Ленинского района, у нас во дворце, с губернатором. Да, и вот вы помните, Диан, да, вы там лично были, губернатор в ответ на просьбу жителей задал вопрос владельцу земли, у которого она находится в аренде, когда будут убраны ларьки, будут ли они убраны. И при всем честном народе прозвучало обещание ларьки убрать. Есть прекрасный проект благоустройства этого места с замечательным фонтаном, и действительно мы бы все наслаждались этим видом, потому что это тоже очень проездная дорога. Это лицо города, люди, которые въезжают через Ленинский район, видят вот эти ужасные, уродливые, разномастные, разношерстные ларьки, и это, конечно же, не дело. Поэтому сейчас вы видите вопросом благоустройства, вопросом создания комфортной среды, уделяется огромное значение. И вот когда есть двойные стандарты, да, когда на словах какие-то декларации делаются, да, люди как будто бы радуются за то, чтобы было хорошо, а наступить на горло собственным корыстным интересам и сделать то, что обещано, не готовы, тогда вот и нужно создавать общественное мнение. Вы знаете, у меня опыт большой в формировании общественного мнения, и самое главное, есть социальный капитал в виде друзей журналистов, вы все здесь сегодня. И я очень верю, что вместе нам удастся наконец-то это сдвинуть с мёртвой точки и решить давно-давно перезревшую проблему.